Здравствуйте дорогие зрители, я в этом видео отвечу на два вопроса ваших. Сегодня я весь вечер пью чай с лаймом. Лайм для меня нарвали на даче в саду. Очень вкусный индийский чай с индийским лаймом. А пью я сегодня и не могу напиться никак, потому что ел очень-очень острую курицу с перцем чили. Просто вот неподготовленный я человек для этого. Итак, вопрос. Как быть если в таком мире не хочется рожать детей, а если дети уже появились, то очень страшно за их жизнь и будущее. Спасибо. Да, да, вот я обратил внимание на то, что я живу сейчас в Джайпуре, штат Раджастан, Индия. И здесь сейчас сезон свадеб. Очень много свадеб. В нашем районе каждый день свадьбы играют. Может быть даже и не одну, но город огромный и район большой тоже. Вот. И я скоро буду на одной свадьбе тоже покажу вам. И очень много пар семейных идут вдвоем или едут на мотоцикле или в машине едут. И вот женщина всегда рядом с мужчиной и держится за него. Очень много детей. Очень много детей. Маленьких. Здесь мусульманский квартал. И женщины многие носят вот такую хиджаб и ну что-то типа паранджи такой, да, закрывают свое лицо. То есть лицо видит только муж. только муж. Вот. И ведь Индия здесь очень много бедных людей. Однако, однако, люди все равно рожают. И семьи создают. И свадьбы играют. Здесь женщины очень женственные. Они носят платья. От них пахнет женщиной. Они кроткие. Кроткие женщины. Они нежные. Они женственные. И они понимают, что главный человек в их жизни это их мужчина. Вот и все. Здесь я думаю, что они не боятся рожать по двум причинам. Первое. То, что за ними стоит род. Раз. Второе. То, что для них есть. У них есть определенная система ценностей. Два. И третье. То, что они слабые. Слабые. А мужчины сильные. И они знают, что о них позаботится мужчина. А они будут заботиться о нем. О семье. О его детях. То есть, они знают свое место, свою роль в социуме. Так же, как и мужчины. Знают, что они должны делать. Чем они должны заниматься. У нас же все наоборот. Женщины конкурируют с мужчинами. Раз. Борются с ними. И в мужчине не нуждаются. Поэтому они не хотят рожать детей. Нет системы ценностей. Ценность какая? Деньги. Это не система ценностей. Это просто деньги. Ценность сама по себе. Женщины сильные. Поэтому зачем им дети? Женщина делает карьеру. Женщина ведет свой бизнес. Ей дети не нужны просто. Они ей будут мешать. Вот. И эго много слишком. Слишком много эго. У нас. Тоже. А кроткая женщина, у нее нет эго? Даже если есть она, но она, она кроткая, она понимает, что мужчина главный. Вот. Хотя жизнь в Европе благополучнее. Да? Правильно же? Благополучнее. Чем в Индии. Хотя тоже, смотря у кого. Здесь ведь тоже люди живут по-разному все. Следующий вопрос был связан с тем, что вот многие психологи учат тому, что не надо меняться. Мол, принимайте нас такими, какие мы есть. И все. Я считаю, что это неправильная позиция. И почему? Всем, кому надо, я уже нравлюсь. Но ничего подобного. Ничего подобного. Ну, вот скажи, конечно, психопату, что надо меняться. Он же не поймет этого, правда? Он и не будет меняться. Вот психопаты как раз и считают, что они идеальные люди. Они совершенные люди. Вот. Нарциссы, да, например. Поэтому это люди тяжелые. То есть, люди, которые не меняются, люди, которые не гибкие, это люди тяжелые. На самом деле, неспособность поменяться отличает вот глупого человека от умного. То, что глупый человек носит свои вот эти паттерны, предрассудки бесконечно. Он сам является этим паттерном, этим предрассудком. Он даже не понимает, что какая программа в нем заложена, что он ее отрабатывает. Поэтому наша задача научиться осознавать себя, все свои паттерны, свои мысли, свои родительские сценарии, свои ложные убеждения, свои идеализации и меняться. Меняться, избавляться от них, эго свое, преодолевать свое эго, свои разрушительные мысли и чувства, негативное мышление. И таким образом улучшая себя и становясь лучшей версией себя. Конечно, в этом и есть цель нашего, нашей жизни, нашего развития. Это улучшать себя, это меняться. Это становиться лучшей версией себя, хорошим человеком, хорошим. То есть прийти к любви, полюбить себя и полюбить весь мир. Обрести любовь. А для этого надо поменяться, конечно, потому что сейчас-то любви нет. Если нет, если нет любви у человека, значит, он не развился еще. Любовь, доверие к себе, к миру. Вот очень интересные вещи здесь со мной происходят. Я наблюдаю просто. Жалко что я не записываю их. Вот. Надо бы записывать, потому что так улетучивается. И с памяти. Но, допустим, вот какие-то события в моей жизни, их предсказывают. То есть человек что-то говорит о себе. Потом это со мной происходит. Удивительно. Это знак Вселенной. Вселенная обращается ко мне. И она предсказывает мое будущее. То, что со мной произойдет. Чтобы я к этому подготовился. Самое прекрасное, что только может быть, это эволюция. И эволюция вообще, как мы ее знаем, и эволюция личностная. То есть трансформация, изменение себя. Это самое удивительное, что только может с каждым из нас произойти. Это наше развитие. Поэтому все, что с нами происходит, не случайно. Все это работает на нас, на наше изменение. Если мы принимаем это и понимаем, что Вселенная о нас заботится, то тогда нам будет очень легко жить. Легко, красиво, свободно. Если не принимаем, не понимаем, то, значит, будем страдать и мучиться. Вот так. Так что вы правы. И для того, чтобы захотеть, жить, давать жизнь, для этого и нужно измениться. Измениться. Потому что мы же не ценим себя, правильно? Как же, если мы не ценим свою жизнь собственную? Как же мы, вот если женщина не ценит свою жизнь, как она захочет дать жизнь другому человеку? Ей страшно за себя. Когда женщина боится рожать, она же, ей страшно за себя, в первую очередь. Если страшно за ребенка, как он будет, вот, такая жизнь? ей страшно за себя, ей самой трудно жить, не хочется жить. Надо, надо такой женщине помочь. Должна быть помощь психологическая. И не просто психологическая помощь. Должна быть среда, социальная среда, общество. Общество должно поменяться. Потому что это общество вызывает такие мысли у женщин, что не хочется рожать, не хочется меняться. Потому что общество, оно вражь тепло. и общество. И в этом обществе женщина не чувствует себя в безопасности, в своей тарелке, среди своих. Вот. Это отчуждение. Вот это нарастающее отчуждение людей. Поразительно. Как не понимаю таких простых вещей. Многие. Те, кто, те, кто занимается политикой. Вот. Так что, выход есть. Естественно, есть. Ну вот, например, индийское общество. Посмотрите, какое оно интересное, как оно организовано. И здесь популяция увеличивается только. Вот мы сегодня ездили в загород. Я живу в Джайпуре. Мы выехали вот в деревушку. И еще, по-моему, ну сколько, 10 или 20 лет там тому назад там была пустыня. Пустыня. Сегодня там эта пустыня застраивается активно. Там продается земля. Там строятся дома, мечети и так далее. И так далее. Магазины. Там уже бизнесы открываются. Там уже пекут лепешки, которые мы сегодня заказали и съели. Вот. то есть, жизнь начинает бурлить, кипеть. Вот так вот. Но это невозможно без роста населения. Люди выживают. идут. Вот. Так что есть чему поучиться нам, у индийцев. И вообще очень полезно посмотреть на Европу с точки зрения индийской жизни, индийской философии. Вот. Очень хорошо изучить индийскую философию раз. Второе. Почитать труды, допустим, Джиду Кришнамурти. Он, кстати говоря, очень тонкие делает замечания насчет христианства, например. Это прекрасно, просто прекрасно. Это настолько оригинальный мыслитель. Его очень было бы полезно читать христианам, европейцам. Может быть, тогда не было бы войн в Европе. И, наконец, пожить в Индии. Пожить в Индии. И посмотреть, как тут устроена жизнь. Вот я здесь уже сегодня у нас какое? Десятое число, да? Вот я пятого приехал, пять дней я уже здесь. Вот. Индия на меня влияет, я уже рефлексирую и с вами делюсь своими мыслями насчет того, а насчет этого общества. то есть это общество не разрушают. Европейское общество разрушается. Разрушают общество. Вот так вот. Вот чтобы я сказал на эту тему. А если общество разрушают, семью разрушают, то конечно кто захочет детей рожать. Как? Женщине самой придется тогда, правильно? Если ей мужчина не нужен. И так далее. Если она лидер, а самой как? Сложно. Поэтому страхи. Вот. Так что по крайней мере есть всегда возможность все поменять. Все не фатально. И всегда можно организовать жизнь так, как вы хотите. И преодолеть любые страхи. Спасибо.